здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала я вас всех приветствуем сейчас будет онлайн расклад и тема будет называться так что у него сейчас в личной жизни давайте посмотрим общая тема одна позиция загадывайте своего любимого человека давайте будем смотреть что у него в личной жизни на данный момент кто-то кушает живет кто-то приятного аппетита у кого-то будет скоро праздник или уже вот вы готовите сегодня завтра послезавтра то есть самое ближайшее время у кого-то будет праздник застолье люди соберутся стол будет накрытый может быть день рождения у кого-то у скорпиончиков поздравляю хорошо посидите хорошо пройдет весело будет итак ваш мужчина давайте посмотрим его личная жизнь так хочется сказать что у этого человека в личной жизни присутствует одна женщина которая или периодически или один раз уже поставила мы такую сделаем сделала ему такую взбучку что никак оправиться что он себя прийти не может потому что с одной стороны он ее ненавидит а с другой стороны и и обожает и ему так сложно она потому что как вам сказать эта женщина очень интересная потому что как ней такая она к тебе да с ней хорошо и она хорошая с ней плохо и она плохая и она за себя сейчас постоять может и последних конфликт ссора было может быть тогда когда было очень холодно может был был снег или дождь неважно было холодно и эта женщина как бы поставила точку она быстрее определилась его что он ей не нужен и она вот это вот императора понимаешь с короной послала видать далеко и надолго что он до сих пор прийти в себя не может потому что она для него богиня она для него богини он почему-то думал что она остынет успокоится и опять будет все так же как раньше а эта женщина просто уже вымотана до такой степени что он для себя как бы и больно не было а я очень было больно но она сказала пошел вон из моей жизни все и закрыла дверь у нее очень сильный враждебный настрой к этому мужчине но по крайней мере это он так видит что у него в личной жизни кстати здесь мужчина может быть женатый женой у него такие же холодные отношения проблемные отношения потому что она просто как предмет обихода но она есть в доме есть понимаете ну там диван же есть кресло есть и жена тоже есть понимаете но у них очень холодные отношения потому что то что есть третье она скорее всего знает и может быть она ему сказала все все не подходи ко мне мы с тобой живем только ради ребенка или мы живем просто с тобой под одной крыши как два квартиранта а кстати таких семей очень много я на консультации их миллион видела когда в одну под одной крыши живут муж и жена но они живут в разных комнатах они просто квартиранты в одном доме или в одной квартире таких миллион семей живут для всех они семья но то что там происходит внутри как бы это закрыта зона закрытая зона понимаете так вот может быть она знаю какой у нее муженек она ему и сказала что ко мне все больше не приходи не подходи мы с тобой просто вместе живем там ради ребенка ради дома ради крыши и так далее этот мужчина у нас знаете ли не любитель сидеть на одном месте он постоянно куда-то ездить постоянно где-то мотается какие-то командировки какие-то поездки какие-то путешествия у него машина должна быть сел поехал куда-то понимаете он чуть ли не живет уже в этой машине но лишь бы не дома да вот куда-нибудь мне даже показывают здесь мужчину который может сесть машина поехать на неделю куда-то на отдых снять небольшой домик снять небольшую комнату и жить там прекрасно что него в личной жизни кстати у этого мужчины могут быть дети если у него есть дети или есть ребенок он постоянно тоскует может быть жена например сказал не подходи больше к детям ты их не увидишь и так далее он очень сильно тоскует если все-таки вы смотрите я просто не знаю кто меня всегда смотрит и любовницы жены смотрят поэтому я стараюсь и про жен сказать немножко и про любовниц сказать ножка да по поводу любовницы если вы в ссоре да то мужчина хотел бы с вами наладить контакт а вы такая холодная какая зверь в океане вот нему вообще никак вы с ним в ссоре поругались но вы любимая женщина его вы для него звезда просто вы просто богиня вы просто красавица красавицы он почему-то считает что у нас не не получается потому что она постоянно пытается взять верх надо мной это не он пытается взять а вы над ним и а ему не нравится потому что он же здесь император он император и он хочет чтоб все было непосредственно под его контролем а вы видать не поддающийся вы еще тоже с характером тоже любительница на решать кстати у вас ним кармические отношения сейчас всех касается у вас этим мужчина который вы загадали у вас не кармические отношения он не может вас полностью бросить он хочет быть с вами чтобы снова дали ему возможность к вам приехать с вами поговорить с вами увидится потому что это вы являетесь его личной жизнью вы жена ли вы любовница ли вы не знаю кто меня смотрит это вы его женщина и вы составляющие его личные жизни а у нас тут у король мечевый любитель трехугольников и любитель хитрости обманов манипуляции интриг измен коварстворовство потому что без семерки мечей он жить не может но здесь такой мужчина кстати возможно имеет какое-то отношение к юриспруденции бумаги документы работа с металлом или там где техника электроника компьютеры жесткий холодный мужик который может быть умеет помогать или хочет чтоб ему помогали всегда но вот такой вот а мужчина или как бы ты мне я тебе он понимает что в этой жизни все взаимодействует в этом мире до взаимопомощь взаимовыручка и он такой же я не удивлюсь есть может быть мужчина работает в такой сфере деятельности где к нему очень много обращаются за поддержкой за помощью помогает и когда нужно ему кого-то обратиться за помощью ему тоже и он помогает его помогает может быть он работает тоже в женском коллективе но соблазнять то он любит уже любит выглядеть здесь самым крутым самым лучшим страхи конечно у него есть подвержен луне кстати лунным циклом то есть когда она вал у него у него малая энергия ему плохо раздражительный а когда полнолуние у него прилив энергии прилив сил ему хочется двигаться покорять влюблять кстати последнее время он подвержен сомнениям каким-то постоянно думает 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 о жизни обо всем думает о вас тоже думает что него в личной жизни ему нужен партнер который будет его понимать он считает что вы никто не понимает но вот никто его не понимает него есть любимая женщина да опять же который он думает постоянно вот он хотел бы с ней кстати эта женщина имеет какие-то способности обладает какими-то способностями и он ее любит когда он работает он постоянно о ней думает а труд у него монотонный каждый день что-то делает там я не знаю да может гвозди забивает строитель может быть не знаю и он думает постоянно об этой женщине чем она занимается что она делает но ему так сложно говорить о чувствах ему так сложно признаться в любви что здесь приходится наверное вам только догадываться любит он вас или нет очень закрытый тип человек очень закрытый ведет себя знаете как мужчина с характером просто хотя я не знаю на какой он там император если он имеет власть действительно то это хорошо а если нет то больше себя накручивает что на себя чем-то что-то представляет да ну да потому что сложно быть правда вот таким вот всегда вот таким всегда быть очень сложно понимаете вот эта власть ее надо удерживать а удержать очень сложно потому что чтобы иметь вот такую власть нужны деньги а когда денег нету ты уже не такой ты уже знаете меньше мухомора просто вот что у него и получается на данный момент потому что скорее всего нехватка денег на улице дождь снег холодно работы нету денег нету он болеет например да но как я был как я могу себя держать в рамках да как я могу быть сильным когда у меня нету ресурса нету ресурсу человек он в кризисе находится на данный момент у него расходы превышают доходы откуда деньги заработать нифига ничего не может все ничего не в жизни не имеет ничего не заработал все что заработал какие деньги были прокутил понимаете потратил на 1 на 2 на 3 там же не оставил любовница оставила все и без денег он потому что ему нужно было научиться правильно до расходовать свою вообще жизненную энергию и материальную энергию а здесь скорее всего знаете какой мужчина что есть и тут же давай или пропить или прогулять или еще на что-то там потратить скопить не может никак и еще этого человека очень сильно влияет личная жизнь на его материальную сферу вот когда в личной жизни все хорошо ему деньги хочется зарабатывать нету личной жизни и денег зарабатывать не хочется когда у него рядом любимая женщина ему доходы идут работа налажена нету любимой женщины у него все тут же падает рушится потому что мужчина не отвечает за материальную сферу он ее не накапливает понимаете него энергию качать надо чтобы что-то в этой жизни заработал что кстати делала эта женщина скорее всего а после того как она ушла на свою энергию забрала с собой оставь его одного под этим грибочком где он сейчас мокнет поэтому хочет любви он хочет любви он уже определился что за двумя зайцами побежишь ни одного не поймаешь хотя один заяц уже в руках есть это вы поэтому как-то пытается выйти на вас пытается выйти на вас да потому что вы очень ресурсная выдам пентакливы через вас он качает энергию потому что вы умеете ее эту энергию собирать накапливать да и отдавать вы можете вы из любого мужика можете сделать президента знаете у вас есть тот ресурс женский вот этот ресурс мощный материальный накопительный где вы можете отдать мужчине отдавать ему и делать из него президента потому что только за сильный мужчиной находится сильная ресурсная женщина которая сделала из него президент или начальник или еще кого-то вот он точно так же хочет надо себя ввести наверно соответственно да чтоб женщина в тебя в качала эту энергию ну как то так а чё ты себя ничего не представляет чтобы уж издеваться измыляться какая женщина тебе какой ресурс даст и чё вообще куку так и хочется сказать девочки на чем еще на рассчитывать я не знаю выматывает тебя да как вампир высасывая из тебя все какой он ждет ресурс я не знаю вы хотя бы с ним поговорите чтобы он там себя по мозгами пришел он чё ждет я не пойму на каком ресурсе чтобы в женщина была вот такой ресурсной с нее нельзя качать энергию высасывая все с нее выматываю всю она тебя ничего не пополнить тебя женщину надо боготворить на руках носить ее любить скачивать в нее тоже мужскую свою силу до чтоб она тебе как и не я не женская мужской отдавала друг другу господи а он давай будет вам сердце разбивать до вам изменять а вы его качай энергии вода и от мужик нормально молодец губа не дура любви хочешь но хорошо если ты любви хочешь но пока ничего не получается ну да не получается вы закрыты от него ему плохо одиноко он боится что уже всем потерял вас хочет начать все заново но он считает что у вас уже потерял что он вас вернуть не сможет что вы уже назад не вернетесь конечно он понял наверно что вы его любовь очень поздно потерял вас остав оставшись в этих пятерки пентакли когда без вас без ресурса он понял что вы его любовь а теперь когда уже у вас затишье по четверки мечей вы ограничили доступ к себе закрыты границы все остальное вы его заблокировали и так далее но он теперь хочет ну давай начнем всю заново ну пожалуйста и можешь страшно что вы уже все для себя определились что он вам не нужен понимаете он боится что вы уже определились вы как будто как я прозрели что ли не знаю что он вам не нужен он это больше всего боится а он сидит видите вот он сидит в свой дождик там в метель в югу не знаю чего него там и все он пустой там или с кошкой или собакой дома и он думает но все блин она уже башка мне не вернется и не будет у нас семьи ведь я я все профукал он говорит я все потерял видите у него остались одни только мысли за окном воспоминания как было все хорошо или как мы могло бы быть все классно но увы факир был пьян фукс не удался на теперь я своей вот этой семьи как свою как своих ушей теперь не увижу она вот он наблюдает за вами он за вами наблюдая девочки прекрасно наблюдает кстати если вы имеете ребенка от него он за ребенком очень сильно наблюдает он сильно скучает по ребенку своему понимаете потому что он боится что вы уже определились для себя что вы хотите другого мужчину может быть вы уже нашли другого мужчину или тщательно ищите и вы как бы найдете отца своему ребенку а он это боится как это так моего ребенка будет воспитывать чужой мужик как это так и хочу такое понимаете вот здесь его очень сильно это бесит как это так она найдет отца до моему ребенку кстати он вам или написать хочет или позвонить хочет да и хочет увидеться типа давай бы я при этом один рождения или давай у меня будет день рождения или давай на праздник увидимся давай вместе в цирк пойдем давай вместе в театр пойдем давай сходим посидим давай еще давай 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 праздник устроим он вас хочет вывести куда-то знаете чтобы поговорить с вами наладить с вами контакт в ресторанчике посидеть в кафе на день рождения на свадьбу именины кристины куда-то вас вытащить да и решить вопрос поговорить четко потому что он он бесится сам до ту же слов то с мечем хочет разобраться он хочет поговорить ты точно решила что-то меня бросила ты точно решил что все другого мужика хочешь найти то давай скажи мне то есть он будет с вами разбираться понимаете да он будет включать короля кубкова он будет говорить вас этим пустым бокалом Я хочу любви, я хочу любви, он вам будет говорить, понимаете, со своим пустым бокалом, наполни мою любовь, я к тебе пришел, понимаешь, от Элла, ты молилась Дездемона перед сном или нет, будет вас еще душить, чтобы вы туда слезки накапали ему, да, в душу и поплевали, потому что здесь мужчина будет бить на чувства. Я же тебя хочу, я же тебя люблю, я же без тебя не могу, как ты могла меня бросить, только подумав об измене, я уже с ума схожу, ты неверная, да, понимаете, здесь мужчина будет бить на чувства, как он вас хочет, он вам будет заливать в уши, как сексуально он вас хочет, девочки, готовьтесь. Тут он включит весь свой мужской арсенал по соблазнению, школы пикаперства вообще просто отдыхают рядом с ним, он включит все, он надушится самыми вкусными духами сексуальными, от которых в трусиках уже все мокро, и все, будет к вам подъезжать, девочки, готовьтесь. Поэтому он, он, вы тоже будете думать, боже мой, что-то я тебя раньше таким-то же и не видела, что с тобой происходит? Понимаете, он весь тут прям как павлин-мавлин раскроется, в перьях своих будет, ку-ку-ку-ку-ку, перед вами ходить. Делаю так павлин интересно или нет? Ку-ку-ку, или так курочки только делать? Ну, неважно, короче, вы все поняли, да? Такой красавчик павлин, он будет прям и так, и так, и своими духами вас обхаживать рядом, да, чтобы вы расслабились, расслабились, потому что ему и романтики же не хватает, и вы, да, да, мне, пожалуйста, и шампанское, и кружите меня, и кружите меня, чтобы вы на все согласились, да. А он будет быка за рога брать. Вот это вы, а вот это он. Потому что вы же такая упрямая, а он, да, ух, я ж муды, мужик тут подкачанный-то. Понимаете, я даже не удивлюсь, если он на недельку-две в Комарово запишется в какой-нибудь спортзал, и, ну, хотя бы за недельку-две живот-то убрать, ну, как, блин, ну, надо же показать, что я другой стал. Поэтому он будет вас соблазнять по старшему аркану силы, понимаете, в бараньевый урок вас свернуть. Ну, попалась курочка моя, все, не отвертеться тебе, милая, ты же должна на меня согласиться. Королева кубков, он будет, я же говорю, он будет бить на ваши чувства по полной программе, по полной программе, девочки. Он вам будет в уши петь, как он вас хочет, как он стал хороший, как он любит только вас. Что он будет вам та же, понимаете, в уши заливать, что он единственный ваш сексуальный партнер, и больше никто не подходит. И что вы единственная женщина, которой он готов подчиниться, покориться, понимаете, что он изменился, что он вас любит, без вас жить не может. Что вы единственная та женщина, его половинка. Короче, поняли, промыв мозгов будет, промывка, мозгов будет по полной, девочки. Ой, естественно, вы скажете, ну ладно, господи, раз ты так хочешь, ну ладно, так уж и быть. Веди меня, веди меня под венец. Или в постель уже, я согласна. Вы знаете, он очень хитрый, очень умный, здесь мужик не дурак. Он прекрасно понимает, что по телефону такие вопросы с кондачка не решаются. Ну, придите как бы на недельки, да. И вот на этой недельке, которую он будет вас вызывать, чтобы вы к нему пришли, на свидание, с глазу на глаз, он будет вас охмурять. Знаете, видели когда-нибудь, как мужик охмуряет? Вот он будет охмурять по полной. Потому что он прекрасно понимает, что единственный шанс, когда вы согласились, вышли к нему, и он должен быть во все вооружение. Он и пахнет, и он и чистенький, он как раз сходит и в парикмальску пострижется, и искупается в душе, два часа будет мыться, весь намываться. Возьмет духи самые лучшие, оденет рубашку самую хорошую, чистенькие белые носочки. И трусики тоже. Поэтому мужик придет на свидание, как надо, и будет заливать в речах своих, что он без вас не может, что он такой глупый, что он такой дурной. Ну, я да, понимаю, ну, прости меня, вернись ко мне, пожалуйста, без тебя никак не могу. Мы с тобой одна половинка, мы должны быть с тобой. В общем, будет, понимаете, там Пушкин отдыхает. Он будет вам объяснять, он будет доказывать как-то вам, я не знаю, нереально будет доказывать, что вы созданы друг для друга. Девочки, у вас у самой ушки, как у чебурашки, станут. Что, о, как дает, смотри. Но я не знала, что ты такой красноречивый. Старший Арканмир. Мириться будет, девочки, он будет мириться. Ему нужно это перемирие. Он хочет перейти уже на другой уровень, елки-палки. У мужика сексуальное воздержание уже, я не знаю, по году, по полгода. Он там бедный, где мухомор этот был нафиг? Вот он мухомор. С мухомора там не сходит, понимаете, с этого места. Один единственный мухомор, который его как-то над ним, да, пытается его как-то уберечь от этого дождя. Естественно, он вас уже вот-вот. Куда ты денешься от меня? Пришла на свидание. Все, он вас вот так держать будет. Согласи, женщина, блин. Согласи, женщина. И, конечно, вы согласитесь, как женщина. Да, что включить опять манипуляции. Я не знаю, насколько его хватит. Не знаю. Может быть, на неделю, на две. Но потом опять у него включится манипуляция. Так я вам хочу сказать, если вы согласитесь, соглашайтесь. Но только когда он будет включать свои манипуляции, вы один раз дайте ему, блин, чтобы он как вспомнил, так и забыл про свои манипуляции автоматически. Понимаете? Не надо вестись на это. Не надо вестись. У вас поэтому вы со старого сценария никак не выйдете. Поэтому двоим так и тяжело. Вы никогда дома оба не дойдете. Он с арбузами тащится, с прошлым грузом. С своими нахер вот этими манипуляциями, блин. И вы тоже самое ведетесь. Поэтому до дома никак не дойдете. У вас десятка жезлов, очень тяжелые отношения. Как бы там мужик не вел. Окей, он вас возвращает. Окей, скажите, хорошо, возвращаюсь, милый. Но только еще раз я увижу, как ты начнешь здесь манипулировать. Мне опять что-то... Ты меня опять потеряешь. И будешь каждый раз меня возвращать до тех пор, пока ты до тебя не дойдет. Что так вести себя нельзя. Ферштейн, милый, вот так ему и скажите сразу в лоб. Чтобы он уже определялся на месте. Скажи, потому что я опять от тебя уйду. Я не буду терпеть, что ты надо мной здесь манипулируешь. Понятно? Еще раз я узнаю, что ты мне разбиваешь сердце. Еще раз я тебя с какой-нибудь бабой увижу. И еще раз ты ко мне ночью домой не вернешься домой. Я тебе устрою, скажите. Вот прям так и скажите. А что, надо на месте разбираться. Все. Только тогда у нас будет хорошая семья. Только тогда у вас будет хорошая семья. Понимаете? Когда вы разберетесь, тут все на берегу. О своих обязанностях. Он о своих, а вы о своих. Потому что намного закрываете глаза. А закрывая глаза, вы думаете, ну может он одумается. Да что нафиг он одумается? Он ничего не одумается. Он считает, что он все правильно делает. Поэтому надо на берегу тут же сразу разбираться. Как он себя будет вести. Хочет процветания. Девятки Пентакли, четверки Жезлов. Он хочет процветания в отношениях в доме, в семье. Хочет. Хорошо жить хочет. Надоело ему вот этот под грибочком деньги терять. Отлично, милый, давай. Приходи уже в мозгами, да, к хорошей с нами совместной жизни. Делай все правильно. Не надо ни изменять, не надо ни манипулировать. Нужно вести честные отношения, работать в них. Вот тогда у нас будет все хорошо. А так ничего не получится. Объясните ему, что нужен брак, если он не хочет брака. Если у вас уже есть брак, идите на венчание. Это тоже поможет спасти ваши отношения. Или, по крайней мере, просто объясните ему на духовном уровне, что существует Господь Бог, существуют какие-то рамки приличия человеческие, где нужно не по-скотски, по-свински, а по-человечески строить отношения. Ему объясните на духовном уровне. А то здесь мужчина, знаете, любитель выяснять отношения постоянно. И все это по кругу. Пусть он с мужиками там выясняет отношения, а не с вами. А вы тоже не смеете с ним выяснять отношения. Вы не мужчина, вы женщина. Вот и все. У вас какое-то неправильное отношение, да, друг к другу? Неправильное. Вы себя как мужик ведете. Он тоже забывает порой, кто вы рядом. Здесь надо не так, не так. Все. Вот такой был расклад. Что его в личной жизни? Только вы у него в личной жизни. Ничего другое там нету. Вот такой был расклад. Он хочет появиться. Ну пусть появляется. Встречайте его. Общайтесь, разговаривайте. Не хотите, значит, не хотите. Тоже ваше право. Никто же не заставляет. Но он очень сильно хочет, чтобы вы вернулись к нему. Ему очень сильно вас не хватает. По вас скучает. Не именно хочет, знаете, вот прям в живой видеть вас, да, рядом. Потому что он считает, что только тогда у меня все шансы есть ее вернуть. Ну окей, скажи, хорошо, давай увидимся, поговорим. Я посмотрю, как ты будешь меня возвращать. Почему нет? Ну он очень хороший, очень хорошо приедет. Подъедет даже, я бы сказала. Так что почему нет? Сходите на свидание. Пироженьку покушайте, с кофе попьете. Ну хорошо проведете время. Потом время покажет. Почему нет? Самое главное, чтобы вы были счастливы. Пусть у вас в жизни будет все хорошо. И до скорых встреч. Спасибо.